Привет, ребята! В сегодняшнем видео я покажу вам, как сделать вот этот макияж. И в предыдущем выпуске Чайных Тотников у меня был точно такой же макияж, и многие из вас в комментариях написали, что вам он очень нравится, что вы хотели бы увидеть, как я его сделала. И если вам интересно, то пожалуйста, продолжайте смотреть это видео, я с удовольствием все вам покажу. И ключевые моменты этого макияжа это стрелки такие графичные и блестящие яркие губы. И вы спрашивали, как я сделала стрелки, что у меня было на губах, поэтому я вам покажу все. Мне кажется, этот макияж отлично подойдет для весны, потому что он такой светлый, яркий, женственный. Поэтому да, давайте скорее начнем. Итак, я уже нанесла свой обычный увлажняющий крем, и в качестве бальзама для губ я использую мазь Бипантен, потому что всю зиму у меня были очень большие проблемы с губами, то есть они трескались, они постоянно были сухие. И еще плюс к этому оказалось, что у меня аллергия практически на все мои бальзамы для губ и даже на мою любимую Кармакс. Я не знаю, что произошло, но в общем я не могла ничем пользоваться, и всегда я знала, что Бипантен это такое средство на крайний случай, поэтому на губы я его использую всю зиму и продолжаю использовать, мне он очень помогает. Так, и теперь я буду носить тональную основу от Make Up For Ever в оттенке 17. Я взяла ее недавно, новую упаковку, моя уже закончилась, мне очень нравится эта тональная основа. И я взяла оттенок, то есть я забыла, какой у меня был оттенок, и я пошла в магазин в Sephora и попросила девушку подобрать мне оттенок, и я пришла домой, и мне было интересно просто, все-таки такой же оттенок мне выбрали или какой-то другой, и оказалось, что другой, чуть-чуть темнее всего лишь на один тон, но тем не менее. И мне на самом деле даже больше нравится этот оттенок, потому что он более в бежевый цвет как-то уходит, то есть мой более розовый был этот бежевый. Мне кажется, даже этот мне больше подходит. Очень хорошая основа, я ее уже использую, наверное, полгода. У нее тонкое покрытие, то есть она совсем не выглядит как штукатурка, и она увлажняющая, у меня же кожа очень-очень сухая, тоже с кожей были проблемы всю зиму. И для нанесения тональной основы я, как всегда, использую Beauty Blender. Итак, следующий шаг это консилер. Я использую Rimmel Wake Me Up консилер, и наношу его на зоны, вот, например, здесь у меня всегда покраснение больше, я вот сюда наношу его. Также на зону вокруг носа я всегда наношу, и на мою самую слабую зону, на подбородок, где у меня всегда есть какие-то следы от прыщиков. И немножечко на лбу тоже есть несколько несовершенств. И опять-таки распределяю консилер Beauty Blender. И сейчас я буду еще использовать корректор более плотного покрытия, именно для зоны подбородка, чтобы скрыть все несовершенства, потому что консилер, ну, не скрывает их все равно. И корректор я использую, мой привычный корректор, который я во всех видео использую. Этот корректор мне очень нравится, мне он полностью устраивает, и я уже говорила, что подобный корректор есть в маке. Вообще, думаю, во многих линиях, то есть он именно, он не жидкий, он прям, как сказать, я не знаю, густой. И этот корректор очень хорошо все скрывает. И также я наношу чуть-чуть другого консилера от NYX. Он у меня просто уже на последнем вздыхании, я не знаю, вообще смогу ли я сейчас его использовать, он совсем кончился. И он очень светлого оттенка, как раз для того, чтобы осветлять зону под глазами, потому что мне всегда очень нравится эффект, когда под глазами чуть-чуть основа светлее, потому что сразу как-то освежает очень лицо, мне очень нравится, как смотрится. И опять-таки распределяю бьюти-блендером. Итак, наконец, база у нас готова. И нам осталось только закрепить ее пудрой. Я, как всегда, использую свою любимую рассыпчатую пудру от Make Up For Ever, которая у меня так и не кончила до сих пор. Я уже не знаю, сколько она у меня есть. И первым делом я беру маленькую вот такую кисточку и закрепляю консилер под глазами. Это очень важный шаг, чтобы в течение дня консилер не скатывался, потому что это очень некрасиво выглядит, как будто у вас морщины. И этой же маленькой кисточкой я закрепляю основу вокруг носа, чтобы не смазать ничего. И также все мои скрытые прыщики тоже я закрепляю вот этой кисточкой, чтобы тоже не смазать. И теперь я беру обычную кисточку побольше и закрепляю основу на всем лице. Так, все мы закрепили, хорошо. И следующим шагом я буду делать контурирование. Очень важный шаг для меня. Мне это необходимо. Я использую такую кисть, она вообще для тональной основы, мне нравится именно по размеру. Ей очень удобно обозначить именно скулу, поэтому я ее использую для этого. Также я всегда выделяю, точнее затемняю область, как эта область называется, около челюсти, в общем. Также очень помогает втягивать вот так вот скулы, чтобы видеть линию, которую нужно обозначать. И я еще беру всегда такую прям большую-большую кисточку и растушевываю выделенные скулы, выделенные челюсти, чтобы не было резких линий, чтобы все было как будто бы типа естественно. И теперь наносим румяна немножко, чтобы добавить света, свежести. С румянами просто сразу как-то лучше все выглядит. А так дальше. Дальше мы, наверное, сделаем брови. Для бровей я использую, как всегда, мой любимый инструмент от Анастасия. Брови я уже вам показывала, как я делаю, очень так подробно в видео, где делаю осенний макияж. Но в целом я всегда стараюсь их делать максимально естественными, но у меня это не всегда получается. Я увлекаюсь, у меня получается довольно яркие брови. Но это в тренде, поэтому ничего страшного. Мне кажется, что брови это вообще такая часть макияжа, которой лучше уделить внимание должное. Потому что если у вас супер классный макияж, но брови не очень выглядят, то это будет бросаться в глаза. Поэтому иногда, когда я не хочу делать макияж, и, допустим, надо быстро куда-то выйти, я лучше брови свои оформлю, чем подводку сделаю. Потому что это сразу как-то оперять не будет выглядеть. Все. И чтобы закрепить брови, я использую вот этот замечательный гель для бровей. Он у меня в оттенке Экспрессо, то есть он имеет цвет, и мне очень это необходимо, потому что у меня брови довольно светлые. Самые по себе волоски, и этот гель, он их окрашивает и в то же время закрепляет на месте, чтобы они никуда не девались, чтобы они не торчали. И вот этот гель, он их на весь день закрепляет серьезно. И с бровями мы закончили. И далее можно перейти уже к макияжу глаз. Итак, сначала я наношу базу для теней от Urban Decay. Эта база еще убирает покраснение на веках. И сегодня я буду использовать палетку Naked 2 от Urban Decay. Я буду использовать там совсем немного теней. И сначала я наношу оттенок Tease, мой любимый, на внешний уголок века, чтобы добавить немножко глубины. И обязательно растушевываю. Нам не нужны резкие линии, нам нужен такой дымчатый эффект. И теперь приходим к самому веселому. Это жидкая подводка. И в этом видео я хочу вам показать, как я делаю стрелки, потому что я немножко по-другому начала их делать. И это будет интересно для тех, у кого очень-очень много складок на веке. И это просто очень тяжело сделать стрелку, потому что ты делаешь, а потом открываешь глаз, и у тебя все криво. И я сейчас вам покажу немножко такой маленький мой секрет, как можно этого избежать. Обычно я начинаю с внешнего уголка и обозначаю контур вообще, как будет у меня стрелка идти. И обычно я сразу не делаю весь глаз. Я сначала делаю чуть-чуть и делаю с другой стороны, чтобы максимально одинаковый форма получилась, потому что у меня глаза немножко разные, мне кажется. И я иногда сделаю одну стрелку, делаю вторую, и у меня они вообще на разном уровне получаются. Поэтому я лучше потихоньку буду делать. Итак, у нас направление хотя бы немного задано уже. И следующим шагом я буду доделывать эту стрелку, пытаться сделать это нормально. И я стараюсь сделать стрелку максимально близко к линии ресниц. Я сейчас быстро доделаю стрелку и вернусь. И вот видите, здесь у меня веко ложится так вот в складку, и в итоге линия смотрится неравномерно. И я нашла способ, как можно это замаскировать, и для этого я буду использовать вот такую вот маленькую скошенную кисточку и обычные черные тени. Вы можете использовать любые черные тени. И я буду вот так вот немного выводить линию. Я не знаю, как это вам объяснить, ребят, но я думаю, вы все увидите. Мне немножко тяжело говорить в этом состоянии сосредоточенности. Но в целом я добавляю вот немного, продлеваю вот так вот сюда линию на веко. И тем самым, видите, эта неровность, она исчезает. Сейчас немножечко еще. Я также еще прохожусь по всей линии, чтобы немножко смягчить линию. Сейчас я все растушу и вернусь к вам. И вот что у нас получилось. Мне кажется, вообще это огромная разница. То, что вот эти тени, если продлевать сюда линию, сразу не видно складок никаких, вообще отлично выглядит. Вот посмотрите, например, на другом глазу, как смотрится. То есть есть неровность эта складка, ее видно, и линия неравномерная. Поэтому давайте на втором глазу то же самое сделаем. И вот посмотрите, вообще не видно никаких неровностей. Линия выглядит, мне кажется, просто прям идеально. Мне очень нравится, как смотрится. Поэтому если у вас такая же проблема у меня со складками, то обязательно попробуйте вот этот способ с тенями. Теперь уделим немножко внимания ресницам. Для начала я их подкручиваю, как эта штучка называется, я даже не помню. Подкручиваю для ресниц, в общем. И затем сразу же наношу тушь. Эта тушь называется Кабарет Премьер от Vivienne Sabo. Это тушь, которую мне привезла мама. Я для себя ее открыла недавно, благодаря маме. Спасибо я, потому что эта тушь, она стоит, по-моему, 150 рублей. Но она просто потрясающая. У нее эффект можно сравнить с 3-шмаковой, там, я не знаю, с бенефитовской тушью. Это... Я была в шоке. Единственное, она не водостойкая, но у меня она вообще ни разу не опала, там, ничего не потекло никогда. То есть я не понимаю, как она очень сильно поднимает ресницы. И за свою цену просто это потрясающий результат, серьезно. И сегодня я хочу показать вам на камеру, как я наношу накладные ресницы. И сегодня я буду использовать ресницы от Тани, от ее косметической линии. Я их заказала совсем недавно, но мне они очень сильно нравятся. То есть они на полвека, то есть именно, чтобы открыть вот такой взгляд. Я использую стандартный клей до, прозрачный. Наношу его себе вот так вот сбоку на руку немножечко. Беру ресничку, вот так вот провожу. И немножечко жду, когда она высохнет. И приклеиваю аккуратно, постепенно. И поправляю этим пинцетом. Итак, одна ресничка на месте. Хорошо. Переходим ко второй. И аккуратненько. Я обычно очень ленюсь ждать, пока клей высохнет и перестанет быть белым. Поэтому я просто беру еще раз подводку жидкую и прохожусь по тем местам, где линия реснички, где клей видно. И вот что у нас получилось. Мне кажется, эти реснички, они на самом деле очень такие натуральные. Они не страшные. То есть их можно спокойно носить на каждый день. Потому что в целом их вообще не видно, когда вот первый взгляд ты смотришь человека. То есть когда прямо смотришь, их вот совсем не видно. И их заметно только если вот сбоку смотреть. То есть сразу такие они вау. И также эти реснички очень легко надевать. Они очень хорошего качества. То есть я прям вот рекомендую. И если что, я их заказывала с сайта Feel Unique. Он вроде как делает доставку в России. То есть это не проблема. Если вы очень хотите их попробовать, то вас ничто не остановит. Цена у них тоже совсем небольшая. И вся ее косметика стоит недорого. Поэтому обязательно попробуйте. Я просто прям довольна серьезно. И нам наконец остался последний штрих. Это губы. И в предыдущем выпуске Чайных Тоников вы меня спросили, что это за блеск. И это блеск от тоже косметики от Тани. Он такого очень красивого цвета. Такого кораллового. Называется I Found Nemo. И он на губах смотрится очень классно. Сейчас я вам покажу. И он тоже очень хорошего качества. То есть он совершенно не липкий. Он хорошо держится. И самое главное, господи, как он пахнет божественно. Он пахнет какими-то вот конфетами, какими-то леденцами, что ли. Я даже не знаю. Очень сладкий запах. Очень вкусно, серьезно пахнет. Я прям обалдею каждый раз, когда наношу. Я честно вам признаюсь, это мой первый и вообще единственный блеск для губ. Я почему-то никогда блески не любила использовать. Я не покупала их даже. Но когда я узнала, что у Тани вышли блески, я поняла, что мне надо попробовать. И если честно, мне очень он нравится. И нравится, как он смотрится. Он именно добавляет лицу такой вот свежесть, такой прям весенний, какое-то вот такое вот настроение, что он такой светлый, яркий. Мне, в принципе, прям понравилось неожиданно. По-моему, очень симпатичный. И он на вкус тоже такой приятный. И, блин, и запах такой классный. Я прям обалдею от этого блеска. Я бы, честно, еще бы заказала какой-нибудь оттенок другой. И да, это все. Мы закончили наш макияж весенний. И вот такой макияж у нас получился. Мне он безумно нравится. Я его довольно часто ношу, потому что он слишком много времени отнимает. И мне кажется, весной я вообще постоянно этот блеск буду носить, потому что я в него прям влюбилась. И я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Надеюсь, что оно вам приняло настроение, что напомнило вам, что весна уже совсем скоро, что скоро закончатся эти дурацкие холода. И да, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх, мне будет очень приятно. И я увижусь с вами в следующем видео очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok